Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программа Сирена и я Ангелина Дикун. Сегодня в выпуске. Четыре ножевых в телуши во время дискотеки убили мужчину. Воровала у детей. В Бобруйске задержана няня. Женщина похитила крупную сумму иностранной валюты. Смерть на М5. В районе произошло ДТП. Погиб водитель. Убийство в самый разгар веселья. В телуши во время дискотеки в Доме культуры после ссоры юноша нанес ножевые ранения 38-летнему мужчине. В тот вечер в телуши проходила обычная дискотека. В зале между двумя нетрезвыми посетителями 18 и 38 лет возник словесный конфликт. Выяснять отношения мужчины вышли на улицу. Дальше четыре ножевых и смерть старшего. Спустя неделю нам удалось пообщаться с директором Дома культуры и тоже во время танцев. Мужчина был в отпуске, но выполнял обязанности дружинника. Дело было не так, как везде написано. Они не конфликтовали между собой в зале. Не было конфликта в помещении? Нет, в помещении ничего не было. Совершенно другие люди там. Но вышли все на улицу и произошло это. В глазах толпы все это происходило? Это не то, что на глазах толпы, это в толпе все произошло. Мгновенно. Милицию я вызвал еще до того, как началось. Потому что всегда, если что-то начинается, молодежь знает, что я выключаю музыку, включаю свет и говорю до свидания. Все прекращается сразу же, да? Поэтому свои местные никогда ничего. Мужчина пояснил, участники конфликта были незнакомы между собой и не из местных. Потерпевший отдыхал в обществе подруг, а парень со сверстниками. Со слов правоохранителей, 38-летний стал оказывать знаки внимания девушке, которая была в компании помладше. Ее молодой человек приревновал. Началась разборка. Точку поставил 18-летний заступник друга. У него почему-то с собой был нож. Он был в шортах, в маечке и предположить, что у него что-то есть. Я еще уточнил, я был здесь тогда, хоть и в отпуске, но был. Меня отозвали в связи с праздником, не было кому работать. Я спросил его, по 18 лет есть ли всем. Они пришли к компании, большой компании. Но предположить, что у него там был нож. После случившегося парень сбежал и даже успел добраться до Бобруйска. Но его быстро вычислили и задержали. В ходе допроса и проверки показаний на месте он признался. Сегодня подозреваемый находится под стражей. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 139. За убийство ему грозит в худшем случае до 15 лет тюрьмы. Увеселительные заведения района правоохранители посещают минимум один раз за вечер. В ту ночь Телуша была в планах, но несколько позже. Этот вопиющий случай заставил пересмотреть и подход к досмотру посетителей подобных мероприятий и методы охраны во время дискотек. Семь пьяных за рулем, из них двое бесправников и одно ДТП со смертельным исходом. В минувшую пятницу на скоростной трассе М5 вблизи деревни Ясный лес произошла трагедия. Страшная авария с участием автомобиля Kia Sorento здесь произошла в 13.45 на 156 километре трассы Минск-Гомель. Житель Солигорска с супругой направлялся в сторону Могилева, но пропустил нужный поворот. Проехал немножко дальше, чтобы развернуть транспортное средство и вернуться назад на данную развязку дороги, автодороги Минск-Гомель. Значит, не выбрал безопасную скорость движения, продвижение. И когда начал маневрировать в сторону указателя на Могилев, совершил наезд на парапет. Конструкция прошла практически через весь салон авто со стороны водителя. Мужчина получил серьезные повреждения нижних конечностей. В момент прибытия на место скорой находился в шоковом состоянии. Его из железных тисков вызволяли спасатели. Спустя 40 минут реанимационных действий скончался. Супруга не пострадала. По факту ДТП проводится проверка. Предварительно причиной данного дорожно-транспортного происшествия послужило не выбор безопасной скорости движения водителям указанного автомобиля. В городе резонансным стало ДТП на улице Шинная. Там дорогу не поделили водителей на марки и автобуса. К слову, легковушка с места варе скрылась. Подробности далее. ДТП на Шинной произошло в 18.00. Со слов очевидцев, водитель Ауди входил в поворот на большой скорости, зацепил автобус и отлетел в бордюр. Происходящее попало в поле зрения правоохранителей. Сотрудники департамента охраны в этот момент патрулировали улицу. Водитель Ауди решил скрыться. Мы доложили в эту радиостанцию, развернулись и начали преследование. Какой скоростью он пытался скрыться? На момент, когда мы проезжали где-то Ленина Шинная, на нашем спидометре было где-то 145 километров. И машина явно отдалялась от нас, ехала скоростью, может, где-то 170. Спустя несколько минут милиционеры группы задержания и три экипажа ГАИ задержали лихача в районе седьмой проходной шинного комбината. Прижали его к обочине. Водитель был пьян, потому что шатался со стороны в сторону. Речь была, так скажем, невнятная. И во всем сознался, спросили, пил, не пил. Употреблял сегодня, нет. Что он вам рассказал? Почему употреблял? Почему он не пояснил? Он нам пояснил, что так получилось. Со слов правоохранителей, мужчина не имел права управлять автомобилем. Теперь за несоблюдение закона горе-водителю в худшем случае грозит очередное лишение. Но уже свободы. До трех лет. В этом ДТП никто не пострадал. 7 июля под колеса угодила велосипедистка. Ориентировочно 18.35 по улице Бахарова в районе дома 213. Водитель, управляя автомобилем Citroën Xara Picasso, совершила наезд на велосипедистку, пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на велосипеде. В результате ДТП в велосипедистке были причинены телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Зарплата и чаевые из кармана Бобруйчан. Сотрудница территориального центра социального обслуживания населения присвоила деньги молодой семьи. Во время работы в качестве няни она похитила из дома крупную сумму иностранной валюты. Где-то в марте месяце у нас такое проскочило. Но мы, я скажу, до последнего не верили. А что проскочило? Ну, что вот не хватает определенной суммы денег. Но мы подумали, что может мы ошиблись где-то. И вот мы так сами себя перепровеляли раза три. Какие суммы пропадали? Тысяча долларов, потом 200. То есть сразу с крупной суммы началось? Ну, это могло быть каждый день, понимаете? То есть могло быть каждый день по 20, по 50. Ну, а так как мы проверяли же не каждый день. В доме молодой мамы с ее слов посторонних не бывает. Из гостей только родители и няня. Последнюю решили проверить. Установили в доме скрытую видеокамеру. Кадры расставили точки над «и». Социальный работник, который осуществляет уход и воспитание ее малолетнего ребенка, достала из шкафа, где хранятся денежные средства, и похитила оттуда 250 долларов США. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана. Новость о задержании шокировала нанимателей. В территориальном центре соцобслуживания населения признались. За все время предоставление подобных услуг – это первый случай. В порядочности женщины они были уверены. Няня ежемесячно обслуживала сразу две семьи, за что в среднем получала 350 рублей. По милиции нарушений никаких не было, никакой уголовной ответственности, административных нарушений тоже не было. Поэтому мы взяли ее на работу. То есть никаких замечаний у нас к ней, претензий у нас к ней не было. По поводу работы тоже ничего не могу сказать плохого. Ответственная, добросовестная, исполнительная. Проводилась проверка специалистам по социальной работе и работы няни. Мама была довольна. Замечаний никаких не высказывалось. То есть все было в порядке. Без доказательной базы уволить няню в соццентре не могут. У другой семьи к подозреваемой претензий никаких. Пока делом занимаются оперативники, ведется проверка. Анастасия нашла новую няню и рассказала ей свой предыдущий опыт. А еще, на всякий случай, теперь перестала хранить сбережения в квартире. Вернуть ли пострадавшим всю пропавшую сумму, пока неизвестно. Женщина призналась лишь в последнем факте. Сегодня ей грозит до трех лет за решеткой. Наказание за коррупцию. Должностному лицу агромаж сервиса грозит колонии усиленного режима. Представитель предприятия получил взятки за положительное решение вопросов. По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года должностное лицо предприятия по предварительному сговору решал вопросы и способствовал заключению договоров, а также поставке товарно-материальных ценностей на предприятие. Он же обеспечивал своевременные расчеты заинтересованной организации. За свою работу неоднократно получал взятки, за что сегодня приговорен к лишению свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Правоохранители задержали жителя Молодечно. Прораб местного общества с ограниченной ответственностью подозреваются в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних девочек. Первоначально правоохранители располагали информации о трех фактах, имевших место в Молодечном начале лета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что есть еще две потерпевшие. Сотрудники милиции полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам. Молодечненским районным отделом Следственного комитета в настоящее время возбуждено уголовное дело за насильственное действие сексуального характера в отношении малолетних. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники Молодечненского РОВД отмечают, что мужчина никогда детям не называл свое имя, но мог запомниться большим размером ноги, худощавым телосложением и высоким ростом. Если вы или ваш ребенок узнали изображенного на фотографии человека, просьба незамедлительно обратиться в территориальный орган внутренних дел либо позвонить по телефону 102. Мужчина арестован. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Сегодня Молодечнским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по чести 3 статьи 167 Уголовного кодекса насильственные действия сексуального характера. Ушел в лес и вернулся, но с помощью милиции. За субботу в лесах Бобруйска правоохранители нашли четверых ягодников. 6 июля жительница Бобруйска сообщила, что ее 14-летний сын пропал в лесу. Все произошло вблизи деревни Бабино. Там она с родственником и соседкой собирала ягоды. По тревоге подняли личный состав райотдела милиции и начали отработку лесного массива и близлежащих дорог. Через час подростка заметили у дороги возле деревни Савичи. Медицинская помощь ему не потребовалась. В этот же день после обеда правоохранителям поступило еще одно сообщение о заблудившихся в лесу. Спас ягодников мобильный телефон. Они сообщили в РУВД о том, что потерялись и выслали через мессенджер фото своего местонахождения. Сотрудники смогли сориентировать людей, и те вскоре покинули лес. Хотелось бы напомнить жителям города Бобруйска и Бобруйского района, в особенности тем, кто не уверен в своих силах, при посещении лесов, лесных массивов, в обязательном порядке с собой иметь средства связи, именно мобильный телефон, который должен быть в исправном состоянии, аккумуляторная батарея заряжена, предупредить, конечно же, своих близких о посещении. Ну а если не уверены, то, пожалуй, стоит и отказаться от посещения лесов. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok